Снимаем штопорез вот отсюда. И не забываем его назад ставить, а то я на том моторе что-то подзабыл и его не поставил. Стартер, кстати, в печальном состоянии. Это снимается просто. Стартер. Подразбит, но, я думаю, не смертельно. Так, стартер я тоже сниму, чтобы он не мешался. Так, все закручено. Качественно. Я вот разбирал двигатель. Недавно, вот это видно, мотор еще с первых. А я разбирал практически новый. Там как-то болты вообще ни о чем закручены были. А здесь все так. И ротор там сбился вообще легенько просто. Просто легенько. Но тут как-то все серьезно. Как-то все серьезно. Все затянут. Опа. Стартер в сторонку. И снимаем вот эту крышку. Под которой всего лишь один болт. Снимаем крышку. Песочек. Ну, это все помоется. Тулочку сразу, чтобы не потерять, снять. Вот. Вот этот болт. Вот этот болт. Вот, крышка не дает снять. О, все. Никак его, вот он. Стоит. И никак его, вот пока, не снимешь вот эту крышку. Да. Вот такие вот чудеса. Цепку тоже снимем пока, чтобы она нам не мешала. Повесим ее на гвозд. Ну что, снимаем сцепление. Странно, а тут не очень сильно закручен. Обычно эти болты не открутить. Ко мне тут парень приезжал на Альфе. У него пропало сцепление. Вот. У меня там видео есть коротенькое. Пропало сцепление, потому что он с четвертой на первую переключился. Вот. И у него под сцеплением, там втулка, она прикипела. Так вот эти болты, я хотел, там два открутилось, а два я хотел высверливать. Но потом, по старому, по дедовскому способу, отверткой выбил их. Потом протащил там паз под плоскую отвертку и закрутил обратно. Так, сейчас я откручу гайку, сниму корзину. С гайкой я тоже особо не заморачиваюсь. Ключ такой искать смысла не вижу. Не так часто эти гайки раскручиваются. По-старому, по-дедовски. Ну, давай, 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 давай. Опа. Вот так, вот так. Вот эта вот втулка, она вот тут стоит, и она вот пригорает, и сцепления нет. Я его даже прессом выдавливал, эту втулку настолько она была пригоревшая. Так, так. Снимаем, что порез. Надо сегодня разобрать, чтобы мальсу дать, какие запчасти покупать. Пока есть где. Так. Откручиваем вот эту штучку. Она очень крепко закручена всегда. Вот ее надо отгибать, потому что она вместе с болтом идет вот так отогнуть и открутить. Вот так вот. Раз. И вытащить вал переключения. Опа. Заводилку. Заводилку. Сейчас я вот тут протру. Так, штопор снять. Так, заводилку лучше пометить. Вот так. Потому что... Много я засадил краски. Чтобы потом не мучиться попадать и искать эту заводилку. Вот так я ее пометил. И можно теперь ее спокойно снимать. Вот так. Так и положить, пускай она высохнет. И чтобы на валу было видно. Потому что потом, чтобы не ловить ее, а поставил просто по меткам и все. Вот так. Ну что, раскручиваем, колем, смотрим, удивляемся. Раскручиваем болты. Так, последний болток. Болты вроде все. Вот этот вот. Из-за этого приходится разбирать лишнее. Так, надо еще вот здесь достать эту штучку и там открутить болтик. О! Здесь стоит болтик. Его надо открутить обязательно. Потому что не разберешь без него. Вот так. Коробку не вытянешь. В альфах тут стоит этот скоростей. Индикатор скоростей датчик. Так, постараемся не уничтожить прокладку. Постараемся не уничтожить прокладку. Берем лизеечку и аккуратно-аккуратно ее срезаем. Вот так. Раз. Смотрим дальше. Где она меньше всего. Так, ну вроде бы я всю ее отклеил в прокладку. как бы должно все разобраться. Прокладка. Прокладка у нас целая пока что. Сейчас я ее отрежу. вот прокладку я спас. Потому что набор-то он купил. Но я уже не раз убеждался, что наборы бывают не подходят. Так, это у нас в сторонку. Это у нас в сторонку. Унимаем. Так, водилку унимаем. И унимаем всю коробку. Вот так. Подшипник на место. Тут никаких шайб не должно быть. картеринку в сторонку. Шайб скаленуала шайба одна. Выпала. Третья скорость. Так. Шайба. Шестеренка. Шайба. Третья скорость. Вот. Нет зуба. Так, это сюда. Это у нас первая, вторая. Тут все хорошо. Нет зуба. Вот он и стучал этот зуб. Надо еще посмотреть ответную. на этом валу все хорошо. Все хорошо. Тоже шайба стоит. Нет, такая шестеренка. В общем, вот вся беда. Вот она, этот зуб и стучал. Надо одну шестеренку. Ну, кусок вывалился. Я нашел кусок кусок зуба, но не такого. Куда-то я его... Вот. Вот это зуб. Это же зуб включения. вот, 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 вот вторая беда. Это четвертая скорость. Так, вот так шайба. Вот. Три, вот, два зуба слоплено. А она получается промежуточная между третий и четвертый. Вот. В общем, надо две шестеренки. Вот здесь сломан включение. Это четвертая. Вот он, зуб. Второго зуба нет. На одном зубе он ездил. А здесь, вот она, третья скорость стучала. Стучала, потому что нету зуба. Зуба нет, будет стук. Получается, он не попадает ровно в зубья и начинает стучать. В общем, все понятно. Сейчас пошлю ему какие шестеренки надо. И будем ждать запчастей. Сейчас снимем эту шестеренку. Штопор надо снять. Вот так. Вот так. Штопор. Так, тут шайба все понятно. Вот две шестеренки. Ну, в общем, и все. Итог ясен. Две шестеренки. В одной сломаны зубы переключения. Во второй вот в третьей скорости сломан зуб, он и стучал. Такая вот разборочка. Немножко получилось с ротором. некультурно. Надо все-таки мне съемничек прикупить. Редко надо, но надо. Ну и на этом и все. Будем ждать деталей. Потом сборка. Тест-драйв. Надеюсь, получится. Если он не вырвет у меня этот мопед поскорей. А так, в основном мотор хороший. Будет ходить. Ну и все. Пока на этом. Пока.